Добро пожаловать назад в второй дом State of the Map, последняя сессия дня. У нас две презентации. Первая от Пола Нормана, его доклад, стандартный слой OpenStreetMap и кто его использует. Привет. Добро пожаловать в мой доклад про стандартный слой OpenStreetMap и кто его использует. Для начала, кто я? Я член рабочей группы по операциям. Группа поддерживает ответственность за планирование сервисов OpenStreetMap. Кроме того, я поддерживаю стиль OpenStreetMap карта и другие части стека рендеринга. Я не представляю OpenStreetMap карта, OSM2PSQL или моего работодателя. Этот рассказ про стандартный слой OpenStreetMap. Что это такое? Это слой по умолчанию на сайте OpenStreetMap. Все введенное красной рамкой это оно. Мы используем OSM карта как стиль, но он также используется и другими системами. На сайте OSM.org есть другие слои и я советую вам их попробовать. Их поддерживаем не мы. Это обзор технологии, за которой ответственна рабочая группа. Карта разделена на миллионы частей, каждая из которых называется тайлом. Тайлы приготовляются тайл-сервером. Тайлы хранятся в тайл-стор и мод тайл их раздает. У нас несколько серверов рендеринга. Перед тайлом сервером у нас система раздачи данных. Это коммерческая система, которая отдает тайлы конечным пользователям. Она очень быстрая, но ничего не знает про карты. Мы отвечаем только за ее настройку. Разница в хранилище в тайл-сторе и тайл-сервере в том, что тайл-стор сильно больше, но тайлы из тайл-сервера доставляют пользователям. Если там не нужных тайлов, то запрос идет в тайл-сторе. У нас есть условия использования тайлов, и приоритет отдается картографам, которые используют карту для проверки своих правок. И это большая разница между тем, что мы предоставляем, и коммерческими картами. Большая часть правок отображается на нашей карте за пару минут, в то время как коммерческие серверы могут иметь задержку от дней до недель. Мы не разрешаем коммерческие использования в наших тайлах, потому что нагрузка на наши сервера слишком большая. Мы не разрешаем пакет на нагрузку, потому что они сгружают тайлы, которые люди никогда не посмотрят. Мы требуем, чтобы пользователи наших тайлов отвечали нашим условиям и стали чаще использовать кэш. Когда мы перешли на коммерческую систему кэширования тайлов, мы улучшили наши логи, протоколы доступа к тайлам и увеличили количество вещей, которые мы протоколируем. Мы сохраняем достаточно информации, чтобы понять, какие сайты и программы пользуются нашими тайлами. Логи можно запрашивать через систему Presto, которая позволяет получать очень огромные наборы информации. Я бы не смог сделать этот доклад, если бы не было возможности с помощью Presto заглянуть в наши логи. Давайте посмотрим, что логи нам рассказали за 4 недели в мае. Хотя osm.org используется во всем мире, большая часть использования коррелирует с часовыми поясами Соединенных Штатов и Европы. Пока мы не протоколируем часовые пояса, но скоро, возможно, будем. Основываясь на времени UTC, в рабочие дни обычно присылают 29 тысяч запросов, выходные 21 тысяча запросов. Пики, которые видны на графике, различаются между рабочими и выходными, потому что выходные запросы более равномерно распределены в течение дня. В среднем месяц мы раздаем 27 тысяч запросов в секунду, из них 7 тысяч блокируется. 7 тысяч запросов в запрос, это очень много блокируемых запросов. Они делятся на bad request, если они... У нас примерно 7 тысяч неправильных запросов. Четверть спрашивают тайлы на 20-м зуме, которого мы не предоставляем. Остальное — ошибки, которые запрашивают тайлы, которые не существуют и никогда не существовали. 5 тысяч блокированных запросов, две трети не присылают заголовок User Agent. Остальное — это заблокированные приложения или использовать User Agent, которые неправильные. Примерно 1700 фейковых запросов. Почти все — это пакетная загрузка тайлов, которые притворяются браузерами. Это диаграммы запросов тайлов. Площадь каждого квадратика примерно отвечает количеству запрошенных тайлов. Они странно разделены по регионам. Использование по странам — это то, что вы можете ожидать, смотря на другие метрики OpenStreetMap. Германия, Штаты, Франция, Польша и Россия — это верхняя пятерка. 60% трафика приходит из Европы, 9% — из Германии. Связанный вопрос — из каких стран люди заходят на OSM.org. Это мера времени, проведенного на сайте OSM.org, а не количество заходов на этот сайт. Использование OSM.org более склоняется к Европе. Европа отвечает за 73% трафика, а Германия — до 20%. Есть неожиданные вещи, например, Китай. Китай — это из-за фейков, а тут запрашивают примерно 50 тайлов в секунду, и более половины — это фейковые клиенты. Я говорил про приложения и браузер. Что это? Ну, есть сложные способы их отличить, но для цели этого доклада браузер присылает заголовок referrer, указывая, с какого сайта запрашиваются тайлы. Приложения просто присылают название приложения. Приложения могут быть настольные, типа QGIS, MARBLE или ARGIS. Разделение не идеально, потому что некоторые приложения неправильно присылают referrer, а некоторые браузеры не присылают заголовок. Больше всего приходят запросы от браузеров, в рабочие дни больше. У нас есть сеть доставки тайлов перед нашими серверами, и очень важно, сколько клиентов удовольствуется кэшем, а сколько тайлов нужно отрисовывать. Вот лучше, как все смотрят одну и ту же область. На высоких зумах чаще происходит кэш-мисс, и запрос идет на тайловый сервер. Как можно заметить, ASMR к QGIS и JAWS редко, реже относятся к запрашивающим тайлы из кэша, чем общие браузеры и приложения. Это все сайты и приложения, запрос сайтов-приложений. И больше всего использования другие сайты и приложения. Длинный хвост пользователей. Мы не можем это проверить все, потому что их тут десятки тысяч. Это статистика запроса кэша. Это не то, что не нагрузка на сервера ОСМФ. А вот это, это то, что не нашлось в кэше. То есть это нагрузка на сервера ОСМФ. Здесь в основном редакторы и GIS-приложения. Некоторые пользователи вообще пропали. Потому что типа RailSys, который запрашивал одни и те же 20 тайлов снова и снова. Вот. Ну, сейчас мы приглядимся к частям этой диаграммы. Начиная с веб-сайтов. Самый большой пользователь тайлов это OpenStreetMap и связанные с ним сайты типа OpenRealWayMap. Видите большое количество правительственных организаций типа поисков COVID-сайта, колумбийского индекса сайта, сайт записи к правительственной встрече и сайт американской полиции, помимо остальных. Очень странно, что очень много запросов с локал-хоста. Длинный хвост. Большинство сайтов с мобильных устройств. И здесь совершенно разные сайты. Практически все, которым может понадобиться карта. Самый большой сайт – это одна пятнадцатая. Что влияет – это загрузка на сервер. Доля USM выросла с 19%, трафика – до 43%. Потому что на осмирских сайтах люди скорее приближают карту и двигают ее. А теперь вернемся к приложениям. У приложений есть довольно заметные юзер-агенты. Самые большие – это QGIS, RealSys, Street View, Firefox 88, MyProxy и Justman. Некоторые из них почти целиком используют кэш, типа RealSys, который я упомянул. Но Firefox и MyProxy также в основном используют кэш. А вот нагрузка на бэкэнд. QGIS – самый большой потребитель среди приложений. Мы присмотримся к нему позже. Street View – мы считаем, что это редактор OSM, и мы рады, что использует. То же самое про Justman. MyProxy – интересная тема. Чаще всего ее использует вот этот сайт. Он отслеживает самолеты. Они проксируют тайлы OpenStreetMap, чтобы снизить нагрузку на наши серверы. Но все равно они довольно большие. Они также появляются в разделе про веб-сайты, потому что на сайте можно выбрать проксированные тайлы или оригинальные. Присмотримся к QGIS – это самый большой пользователь тайлов, не связанный с OpenStreetMap. Если мы посмотрим на стандартные слои, мы видим, что OSM – это единственный слой, который можно добавить. То есть, если вы делаете новый проект и хотите фоновую карту, то, скорее всего, добавите OpenStreetMap. Посмотрим загрузку QGIS в сравнении с OSM. Количество тайлов в месяц – 3.4 миллиона для OSM и 1.2 миллиона для QGIS. Но важен трафик, нагрузка на сервера, 95% трафика, 2100 тайлов в секунду для OSM и 1200 для QGIS. Видно, что QGIS по выходным почти не пользуется, потому что это профессиональное приложение для картографов. В то время как OSM многие могут использовать в основном по выходным. Это хобби. Если бы мы представили платный сервис, то цена была бы где-то 200-400 тысяч евро в год за OSM.org и 70-150 тысяч евро за QGIS. Но поскольку QGIS реже попадает в кэше, то иногда у него нагрузка даже больше, чем OSM.org. В среднем, в 95% QGIS использует 75% мощности от использования OSM.org. Этот доклад про использование стандартного слоя, но скоро некоторые вещи изменятся. Команде OSM, конечно, нужна помощь. И на некоторых слайдах вы увидите ссылки на GitHub на соответствующую работу. Тайлы на 73% нагрузки используются в Европе. И нам нужно больше мощности. У нас есть два сервера OSM в Европе и четыре спонсированных. Но спонсированные сильно слабее. Сейчас мы добавляем еще два сервера. Один в университете в сервере Швеции, а другой в Дублине, Ирландия. Если вы работаете на организации, которая может помочь серверам рендеринга, свяжитесь с нами. Недавно мы изменили, как выбирается тайловый сервер в нагрузке для CDM. Мы лучше распределили нагрузку и видно, что средняя нагрузка понизилась. Сейчас тайлы на зумах от 0 до 12 перерисовываются раз в месяц. Если мы увеличим мощность, то, возможно, сможем перерисовывать их чаще. Мы улучшаем наше протоколирование запросов. Браузеры, например, постоянно меняют заголовки, и мы бы хотели это отслеживать, чтобы лучше определять фейки. Пока я не делал никаких изменений в конфигурацию, чтобы сделать этот доклад, но довольно быстро мы все поменяем. Раньше мы предоставляли список тайлов, которые запрашивали люди. Но когда мы поменяли тайл CDM на коммерческий, эти скрипты сломались. И скоро мы восстановим эти списки. Также мы бы хотели опубликовать данные за этим докладом каждый день. Например, список сайтов и приложений, которые скачивают тайлы. Сейчас сложно инициировать пользователей. И легко притвориться другим приложением. Также мы не знаем пользователей и не можем с ними связаться, когда мы делаем какие-то большие изменения. Нам помогли бы ключи API. Но это очень большой проект. Если хотите, то зайдите в Ticket. Хотите помочь? Есть много способов с нами связаться. Есть публичный сайт с отчетами. Отчеты, правда, запаздывают. Можете помочь их написать. У нас есть трекер на GitHub с нашими задачами. И вы всегда можете написать нам на email. Помочь либо с админом, либо рабочей группе. Кроме того, мы есть на IRC. И раз в две недели мы встречаемся поговорить. Спасибо, Пол, за презентацию. И спасибо всей команде Operation Working Group. Очень полезный сервер у вас. Мы видим, что он используется по всему миру. Очень большое использование. Переместимся к вопросам. Я начну с первой. Ты говоришь о ботах, в том числе использования тайлога. Какие боты будут исключены? Я не уверен, что ты имеешь в виду ботов. Если ты говоришь о вещах, например, в том числе, которые будут исключены... Ты говорил про ботов, которые исключаются, блокируются Пол отвечает. Я не уверен. Про какие ботов ты говоришь? Если поисковых, то они автоматом исключаются. То есть они не запрашивают элы. Да, можно слайд. Да, может быть. Вот один из слайдов. На этой диаграмме можно увидеть, что очень много приложений, и некоторые из них, типа Street View, пакетно скачивал тайлы. Ну, в общем, очень пригодились бы ключи IP, потому что, честно говоря, сложно определить клиентов, несмотря на них индивидуально. Например, я знаю, что локал хост присылает приложение для картины Mapfish. Вот, и я нашел трафик, который говорит, что от osm.org, но на самом деле нет. Да, странно, что некие приложения пытаются спрятаться, но здорово, что можешь их найти. Сколько использования трафиков приходит не от картографов? Ну, мы можем посмотреть на трафик от osm.org и редакторов, это примерно 20% от трафика. Ну, если померить на кэше или нагрузку на сервера, то нагрузка на сервера будет побольше, потому что мапперы рисуют новые вещи и смотрят на обновляющиеся территории. Да, мапперы сразу идут терять, когда их правки появятся на карте. Так что, да. И, если вы смотрите свои изменения на карте, во-первых, подождите пару минут, во-вторых, если вы просто нажимаете F5, то толку с этого особо нет. Попробуйте нажать Shift F5 или Ctrl F5, Command R, Shift, Command R, чтобы перезапросить тайлы с сервера, а не из кэша. Да, это обычный вопрос, который на вишке задают. Типа, я что-то сделал, но изменения нет на карте. Спасибо, что посказал. Вопрос по QGIS. Вопрос по QGIS. Уg есть о СМ.Ос.Р, что вы говорите о цене, как вы говорите, что вы говорите, что это комнат, которое вы видите этой цепи, То есть, если бы вы пошли к провайдеру map-тайлов, вот это было бы очень дорого. Обычно коммерческие провайдеры не говорят, сколько стоит запрос вот такого огромного количества тайлов, но это оценка. Конечно, мы тратим меньше денег на поддержку этих серверов, потому что многие из нас добровольцы. Ну и рабочая группа не разрабатывает приложение, мы только поддерживаем, настраиваем сервера. И не разрабатываем, не улучшаем картостиль. Да, было довольно интересно, что ты оценил трафик и оформил в page денег. Как думаешь, стоило бы рассчитывать популярность тайлов, примерно как Википедия рассчитывает популярность статей, например, от 18-го зума, среди некартографов? Ну, мы не можем, честно говоря, отделить картографов от некартографов, но у нас есть логи тайлов, что, по сути, список всех тайлов, которые запрашиваются. Недавно мы возобновили публикация, так что вы можете просто скачивать логию доступа к тайлам. Вот это вот тайлы, которые посмотрели на 10-м зуме, или 11-м, 12-м. Так, у меня есть для 15-го зума. Это 14-й. Ну, понятно, что здесь зависимость от количества населения, и понятно, что в Европе больше. 16-й зум. Да, ну, изображения становятся слишком большие, десятки тысяч пикселов по стороне. Так что можно сделать такую картинку для 18-го зума. Мы публикуем данные. Некоторые люди используют их. Например, Disaster Ninja использует. Он совмещается с другими данными, чтобы узнать, какие области в Осме люди смотрят, но где карта недостаточно хорошо прорисована. Я также делал интересные визуализации на 10-м зуме, где люди из разных стран смотрят. Например, люди из Австралии смотрят на Австралию, из Бразилии, Китай, Германия. Очень много людей смотрят с карты из Германии. Франция, Великобритания, Индия, Иран. Очень много людей пользуются нашей картой в Иране. Видимо, потому что традиционные карты там плохие из-за санкций. Ирландия, Япония снова, Польша. Там много наших пользователей. Очень много людей в Польше смотрят в соседние страны от России. Прикольно выглядит. Много очагов типа городов и Соединенные Штаты и Южная Африка. Да, интересно. Спасибо за карту, они показывают интересную стату. Каждый пиксель на этих картах – это один тайл. Странные прямые линии. Да, очень много просмотров нулевого тайла. Ну и заметна вот эта вертикальная полоса в нулевых координатах. И, честно говоря, не знаю, что это. Ну, запросы приходят из Германии. Ну, честно говоря, я не расследовал их. Или вот эта линия между местом Мексики и 0.0. И вы можете ее видеть на других масштабах. И только когда вы смотрите на всех зубах вместе, она превращается в четкую линию. Может, какой-то автоматический скрипт, который двигается по этой линии. Много странностей здесь. Больше, чем у кого угодно есть время, чтобы их расследовать. В общем, данные публикуются, так что кто угодно может исследовать, что там происходит, кто смотрит тело. Да, мы публикуем цифры доступа к талам каждый день, так что вы можете скачать их. И делать что угодно. Можете посмотреть, как меняются числа по дням недели. Ну, так что, не знаю, придумайте что-нибудь. Ну, пока что логи начинаются с 3 июля. И внутренние логи у нас только с апреля, потому что до этого у нас не было системы протоколов. Ну, в целом, да. Мы лаунчим идею для будущего презентации, для будущего... Да. Окей, у нас последняя вопрос, я думаю, что в частности ты ответил. Что ты имеешь в виду фейк, и что это проблема с ними? Что ты имеешь в виду под фейками, и в чем с ними проблема? Фейк... это какая-то программа или скрипт, который притворяется быть чем-то другим. То есть обычно притворяется браузерами, но это может быть скрипт, который притворяется другим скриптом. И с этим и две проблемы. Во-первых, этого не стоит делать. В наших условиях использования сказано, не делайте так. А второе, эти фейки обычно пакетно скачивают тайлы, то есть один за другим все тайлы в регионе. И это дает в сто раз больше нагрузки, чем обычно, на наш сервер. Даже больше. И был бы один-два таких скрипта, это не было бы проблемой, но их реально дофига. Поэтому у нас есть автоматические способы защиты от пакетного скачивания. И проверять состояние серверов гораздо сложнее, когда у тебя есть пользователи, которые притворяются браузерами или нормальными скриптами. Очень интересный вопрос, я смотрю на здесь. С Zieми на этот раздел. Еще одна из пакет, но это не произойдет. Только-то в следующий вопрос, где-то в пакетный. Сейчас было уже коρίше из-за пакетного скачивания. Ага, ага, может быть. Как ты laboratory из измонтированного направления китайского, общая smaller скачивания на нот линике, на скачивания на нот-махпы? Вот вы смотрели около 80%. Но может выяснить какие-то еще какие-то пакеты. В моем случае, например, на скачивания различных скачивания и на нот линике? Вы рассчитали это мот-махпы, как сакавидентными. Количество людей, использующих сервер и нагрузка на сервера ОСМФ. Эти числа разные, потому что картографы обычно перезагружают карту и делают больше нагрузки на сервер ОСМФ. Ну, как найду, то я напишу в комнате. Но есть нюансы, типа, если пользователь запрашивает кучу тайлов, но делает это в середине ночи, то это на нас особо не повлияет, потому что в середине ночи у нас гораздо меньше запросов. Вот, что важно, это локальное время сервера и поисковых серверов в Европе, и вся Европа, она в пределах, там, пары часовых поисков. Так что совершенно не важно. Вот, в Северной Америке, данные переходят с сервера Северной Америки, ну и так далее. Вот, так что, не считая часовые пояса, есть ночь, есть день в локальном времени. У меня нет точных чисел до этого. Ну, очень интересно, когда происходят пики. Так. Да. Макс, ты говоришь о маппрокси, это может быть виден как скрепер. Маппрокси хорошо с нашим пользователям? Отсвечает ли маппрокси, о котором мы говорили, разве это не скрепер? Да, маппрокси это может быть как скрепер, и некоторые IP блокированы из-за этого. Коширение это в отчасти есть, пакетная загрузка. Но если вы устанавливаете маппрокси, чтобы он работал как прокси, и он не загружает заранее, то это в целом нормально. Я не знаю, что кто-то работает в своем прохождении. У нас есть достаточно мощности на CDN, и если вы используете CDN, то вы делаете кашу с большим большим группами людей, и это не единственное для вас работать. Я понимаю, что есть люди, которые хотят работать в маппрокси, чтобы кашировать трафик и уменьшить нагрузку на смф, но меньше это уже не так актуально. И этот способ снижения нагрузки не особо работает. Что может нам помочь, это вы. На последних слайдах были способы связаться. Можно помочь настройкой серверов с разработкой приложений, и это было бы ценнее, чем просто поднимать каширующий сервер. Хороший случай будет, если у вас очень медленный интернет, но быстрая локальная сеть. Тогда маппрокси имеет смысл. Спасибо за доклад, за ответственные вопросы и за работу. Мы заканчиваем, и следующий доклад продолжится через пять минут. Спасибо за просмотр, по-каку, 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 по-каку. Спасибо, Поль, и увидимся в пост-дорк. Ча-ча-ча-ча-ча.